приветствую вас на своем канале мир ирины и сегодня я решила записать вам еще одно видео пока у меня выходной просто видео болталку о своих суккулентов почему я захотела показать вам такое видео потому что опять стала приглядываться к своим полочкам и у меня в голове вот бы вот этот опыт показать вот этот опыт показать возможно кому-нибудь из вас и что-то поможет потому что бывает иногда вот не знаешь ответа а потом на видео наткнешься чью-нибудь и думаешь а вот как надо было с этой целью я хочу сделать такой обзор ну своих суккулентов которые именно хочется показать вот первое это колонхоя аргиалис то есть медная ложка это колонхоя у меня росло высоту ветвица она не делась вот рядом стоит вот эта высота вот какая была высота и вот эту макушку если вот сюда настроить то получалось у меня больше тридцати сантиметров это колонхоя но без всеразличных веточек и поэтому я я очень его боялась резать после того случая когда у меня погибла моя гарнет лотус которая была красавица я ее разрезала и все и она у меня погибла и никак у меня не получалось выращивать вот это колонхоя из листа я его землю воткнул он листик подмет и все но все-таки мне пишут из листа хорошо размножается ну я положила два листа дай попробую вам показать вот видите листик вот прям листик он и он не на земле нигде а посредине листа воздушный корень то есть правильно мне говорили что нужно положить вон он воздушный корешок видите ложить на землю и не бояться ничего не втыкать я вот решила так я же тоже умная и ностырная поэтому у меня получилось но все-таки я срезала голову и смотрите как он разбился дал много-много разъявлений то есть с этим колонку и все нормально если кто-то тоже побоится это делать то я вам наглядно вот показала что бывает с этим колонку и ну молодых листиков пока нет такого окраса но я думаю что потом он приобретет этот медный окрас очень красивая колонхоя если все как надо вот он у меня немножко пока я сушила макушечку он вот так скрючился и не хочет выравниваться но выравниться когда будет весна все-таки колонхоя и красу и они любят хорошее проветривание поэтому я день увеличится поставлю колонхоя и красу вы все поставлю на окно на окне они растут лучше и у меня сейчас используется только одно окно так как у меня их всего два и вот окно которое я одно окно поменьше освободила потому что квартиру нужно проветривать мало того что отключена батарея вот в этой большой комнате то и проветривать я не могу так как я уже заморозила свои растения я уже вам говорила поэтому появятся площади на окнах которые можно будет занимать я их займу и лето до осени вот те кто держит на дачах таскаются с ними а я буду вот так таскаться со стеллажа на окна на окна получается так осенью опять уберу на стеллаж весной опять на окна окна у меня светлые хорошие даже если прозеваешь подпекают теперь вот покажу вам вот эту опунцию шиловидную я она у меня тоже была такая длинная при длинная в одном видео я вам показывала как я ее разрезала столбики укоренились прекрасно но по бокам я думала будут давать нет по бокам не дает дает сверху вот это было макушка видно нет немножко не входит в камеру вот вот это было макушка ну от недостатка света она наверно вытянулась потому что стоит на окне но опять будет весна я ее срежу переукореню будет у меня такой так сказать как бамбуковые бамбуковые заросли такие будут может быть как-то с наступлением весны пойдет по-другому рост будем наблюдать но прекрасно столбики укореняются если кто-то боится резать режьте укореняйте вот вам пример пример есть ставлю вот сюда рядышком на кровать теперь вот про вот эту места клемму я хотела бы даже у вас спросить вот она у меня почему-то может быть ей них стоит на под лампами вот так начала листики сушить и вот так растет вверх я бы ее конечно вот так срезала но я не знаю укорениться она или нет вместо клемму мне подарили я не очень кодексные хотела но однако она мне нравится красивая выпускает бутоны с цветочками но ни разу я распустившийся цветочек не видела по всей видимости расцветает и тут же засыхает потому что я видела только уже засохшие цветочки нравится мне это растение не не хочу я с ним расставаться но нужен нужно мне где-то информацию про него прочитать как с ним что делать вот он сухой цветочек вот когда он растет возможно там коробочка потому что говорят вместо клемма хорошо размножается семенами семена у нее такие пылевидные до моей вот этой утраты коллекции я выписала семена вместо клеммы что-то там писал пыталась посеять но они вообще как пыль ничего у меня не выросла с семенами у меня не получилось тот раз и пока я еще не начинаю но хотя у меня есть желание даже можно сказать большое желание посадить какие-то редкие кактусы редкие редкие какие-то растения вот есть катя канал суккулента life у нее она очень хорошо выращивает из семян растения я смотрю на нее тоже хочу она тоже покупает редкие семена и старается вырастить у нее получается но это все нужно изучать не нужно время вот если кому-то не трудно написать мне что-то про место место клемму напишите она вообще каудексная я понимаю что каудексная и где-то я что-то такое слышала что она если ее срезать только аудекс не наращивает правильно я говорю или нет не знаю еще буду искать информацию вот такое такие вот цветочки вам хочу показать еще хочу показать вот такое это должно быть красула пловуновидная варигантная но вот те которые родные есть стебельки они немножко как сизенькие такие а вот то что у меня уже нарастает нарастает зеленая по всей видимости света нужно больше лампы не помогают хотя стоит под лампами и с весной тоже поставлю на свет возможно настоящего утра фиолетом будет красивее вот такой вена по-моему он я у меня написано ленофилум но я потом поняла что это ленофилум неправильно лена питала правильно как его название не знаю получила в подарок без названием просто было написано лена питалом и все но я переделала на свой лак у меня или на пивом и вот этот ленофилум он очень такое как бы листики хрупкие листики падают и тут же дают деток я сначала не знала что ее с ним делать у ну такие стрелы большие выпускал я эти стрелы обстригла обстригла стрелы и он как-то цвет приобрел и как бы довольно таки не сказать что не красивое растение если сформировать красивую кучку то довольно таки будет радовать хочу показать вам также каримбулозу у меня уже повторный опыт выращивания этой красу вы красула вот такая она как такая как нанизаная на очень нежные такие розеточки нанизаны цветет мелкими цветочками и так прям густо-густо цветет вот эти цветоносы густо и очень красиво смотрится но у заводчика у которого я брала эту красула у него выращивает он в теплице поэтому ну как бы не прореженная или как в общем был пучок вот такой и вот этой красоты каримбулозы не очень было видно но цветение было я выбирала отдельные череночки и вот так переукореняла то есть уже под моим руководством она уже больше похоже вот именно на каримбулозу также вот здесь которые будут выбиваться черенки ну более такие будут видны и на вот такая вот не вот эти мелкие они возможно я их буду срезать и также и то есть вот таким путем хочу привести ее в красивый вид вот крестовник роли знаменитый варикатный сначала у меня рос прекрасно именно я рассказываю про этот горшочек потом что-то либо пересушка либо недосветка что-то сыграло роль но у меня есть крестовник роли который прилично выглядит и вот возможно подкормка нужно я еще с подкормками не работала не нашла для себя какие подкормки нужны и побеги начали вот просто зеленые когда-то я смотрела они у блохину от начала до конца такое опытная очень девочка быстро все схватила как что нужно и она показывала что она вот эти побеги зеленые убирала поэтому я тоже их поубираю зеленые и оставлю только варигат не вот такой совет опыт вот такой хочу показать вот адромискус купере адромискус и я не скажу что они так быстро растут но вот этот адромискус мне достался знаете вот это тоже в начале моей коллекции поэтому мне вот так может быть очень дорог в начале моей коллекции когда я уже повторно начинала коллекцию я побывала в леруа и там я купила три суккулента это медвежьи лапки котеледон не варигатный портулакарио афра и колонхоя томинтоза это были три моих самых первых суккулента так как это все начиналось зимой посылку заказать было невозможно я боялась что все это замерзнет и там в одном из горшочков был листочек адромиску сакупере и уже с маленькой деткой нет так было радостно что у меня бонус понимаете вот я вообще люблю подарки когда заказываю суккуленты больше всего радует подарки я не знаю почему может быть слово там бесплатно радует мое сердце но я честно вам признаюсь очень люблю подарочки и вот это был один из подарочков был такое там была деточка малюсенькая при малюсенькая в начале если кому-то может быть очень захочется и не лень то можете посмотреть вначале там мои видео я видео не удаляю оставляю все и мне даже иногда как ностальгия как я начинала это все вот такой вот купили я вам показала и рассказала про него и хочу показать разницу я головы эхиверия еще можно сказать почти не сносила я все листочками и вот недавно 31 числа сегодня 8 я я купила в нашем городе суккулентов получилось вместе с подарками 15 видов нет видов меньше потому что у меня два вида было по 2 15 штук и среди них была вот такая хиверия шейдекари по хиверия ли пахиверия пахиверия шейдекари разница конечно есть пахиверия это эхиверия чем-то скрещено я в эти подробности не вдаюсь кто с кем встречи скрещен как они называются почему потому что мне главное как выглядит суккулент но назвать не такое как ну ходовую например деби да либо там купит купит она грабтоверия а мы часто ее называем хивери ну хорошо дальше я вам болтаю рассказываю и вот я снесла эту макушечку для проверки положила листочков то есть вот и макушка вот она только-только недавно укоренилась только недавно отпилась это с 31 до 8 прошло ну это друзья учитывая что я не сразу же ее срезала потому что 31 я их конечно посадила сразу посадила и срезала не сразу то есть получается я уже может 1 1 я тоже не могла срезать значит 2 2 2 2 я тоже не могу может быть 2 вечером что-то я запудрила во мозге 2 вечером я ее срезала потому что 1 я работала вот и смотрите сегодня 8 вот за шесть дней смотрите на мне какие выросли детки вот это я почему показываю это разница размножение листов и размножение от пинка листики лежат еще неизвестно дадут не дадут ну по всей видимости может быть они конечно и дают я не знаю я с листиками всегда так настороженно боюсь и жду некоторые быстро дают вот эти уже давно ну тоже вот неделю также как и учитывая что на пне выросла вот вот это уже где-то полтора сантиметра а это один сантиметр то здесь как бы еще даже макушка не укоренилась вот к нём конечно размножать лучше также я вам хочу показать вот такую мою бородавочку это барон болт с такими эхивериями я тоже знакомлюсь только подход к ним нахожу тоже недавно знаете в группе я ну в общем как как объяснить комментарии вместе с фото и там как начали выкладывать сколько видов этих бородавчатых ой я прям хотела список составить ну не стала думаю потом составлю вот такая красавица я ей снесла макушку то есть и опять смотрите листья у нее очень хрупкие если заденешь опадает и опять вот вам пример вот на макушке две детки уже до макушку я снесла тоже после нового года ну то есть неделя прошла да и смотрите уже какие детки алисия это от того что я притрагиваюсь и часто ее сначала доставала смотрела там есть детки как они растут и если на детках бородавки вот поближе видите бородавки есть и я задевала листья не только махом раз и все и вот смотрите опять же листья лежат и как бы я не знаю на одном корешке есть на 2 нет корешков корешки есть это не значит что будут детки она мне пожалуйста уже две детки есть вот такой барон болт 31 декабря когда я покупала себе в подарок суккуленты я купила еще две бородавочные это hard hard delight вот такая черенок у девушки лежал дома он был я не знаю где он лежал как она мне объяснила он лежал неукорененный и вытянулся и вот такую детку hard давать детка выглядит подруг ой-ой-ой хотела наклонить корешочки там есть но еще она не зацепилась поэтому я наклонила горшочек она упала хотела вам показать что бородавочки там уже есть вот такой hard delight и рэндропс рэндропс тоже вот такая та же история она потянутая корешочки там есть я уже понемножечку поливаю ну вот hard delight макушка она уже сразу с продавками идет а вот здесь как бы бородавочек нет я слышала что рэндропс бородавки дает только при достаточном освещении я когда вам показывала свои покупки в обзоре потом пересматривал свое видео извиняюсь пожалуйста не обижайтесь на меня если я когда-то называю не те неправильно названием вот уже сейчас солнышко выглянуло и уже на стеллажи падает вот прям но это я понимаю что ненадолго но уже начинает выглядывать солнышко и вот я ее назвала вот эту рэндропс рэндропс назвала барон болт ну смотрим мы всегда видео все быстро да и не всегда понимаем что смотрим кто что сказал если только внимательно смотреть тогда можно заметить знаете я много конечно говорю но охота поговорить я думаю что те кто увлеченные люди они посмотрят мое видео до конца какие те кто не увлеченные цветоводы те что-нибудь напишут не то не те слова напишут какие мне понравятся но ничего я постепенно уже привыкаю к таким к таким комментариями не обращаю внимание вот теперь я хочу вам еще показать растения которые мы все они не являются суккулентами да но это мы все так ведемся на эти растения потому что мы же все-таки цветоводы да вот это кротон история с кротоном с этим была такая у нас на работе стояла деревце и она такое приняла как бы ну не перспектабельный такой вид у него как-то попали все листья можно сказать уже как такое не очень хорошее растение и как говорится бог в этот момент послал туда меня я смотрю они тащат этот горшок я говорю девчонки что такое вы куда они говорят ну вот не нужен не нужно это растение мы его пока вынесем на улицу ну на улицу него конечно вынесли и посадили в клумбу но это было понятно что начнутся холода и это растение кандык ему будет я обрезала три веточки такие вот которые самые игру подождите я даже не обрезала я их отломила три веточки одна была такая побольше но это она у меня уже подросла как бы и поставила в воду и вот это растение так видать сильно хотела жить что буквально за несколько дней они все три черенка пустили корни хотя я не надеялась у меня однажды была попытка укоренить этот же кротон я отломила там веточку принесла домой она у меня стояла 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 и толку с нее никакого не было то есть пропала никаких корней не дала листья все осыпались и этот стволик остался и вот скажите ну наверное есть что-то там у растений что когда они хотят оставить после себя какие какое-то потомство вот у меня получилось так и вот я уезжала в отпуск и самый маленький который черенок недостаточно получил воды и этот черенок в общем засох я приехала то он высох вот этот был в критичном состоянии я его отпоила но а самый большой был жив вот вот такая история про кротона теперь я его буду выращивать пускай растет этот куда-нибудь пристрою а этот буду выращивать и еще у меня есть вот такое растение драцена вот вот эту драцену я тоже подобрала на помойке лежало несколько черенков уже укорененных с корнями просто так пучок это выбросил видно стояли укоренялись и я не смогла мимо них пройти я ее короче подобрала весь этот пучок ни один не выбросила выбрала для себя вот именно вот этот остальные раздала на работе кто хотел я раздала эти черенки а себе оставила вот одну ну и все мне очень понравилось это растение хотя это не суккулент ну наверное у всех есть и и суккуленты и не суккуленты мы если нравится цветочек не можем устоять а вот это драцена она точно такая же только смотрите здесь листик аквариатный с полосочками а здесь просто зеленый ну поэтому как бы некоторые осуждают за такие поступки а я цветы тырю если есть возможность я тырю я обязательно отщипну вот я санатория сколько привезла уме не все прижились конечно санатория но два цветка прижилось три вру 3 хотя раз педилантус и хоечка вот вот такую такой цветочек я стырила уже у меня будет две разновидности драценочки две две разновидности драценочки но опять же ну как это две разновидности смотрю на авито в моем городе продается вот такая драцена ну даже может быть она на югу похожа там или не знаю ну нет у нее есть название название есть только я его не подписала что-то или вирджиния что-то такое вот с женским именем связано я ведь купила и она такая благодарная вот смотрите я сколько отсутствовала сколько что она не засохла хотя это просто вот драцена на не ну в общем ничего с ней не случилось хотя вот некоторые конечно когда я уезжала на 20 с лишним дней пострадали это хоть бы что стоит она у меня тоже не в освещенном месте но хозяйка меня предупредила что она любит тепло ну не знаю в общем все хорошо я вот прям в этом горшочке ее купила в этом горшочке оставила никуда еще пока не пересаживала горшочек аккуратно единственно грунт не такой рыхлый как у меня но может быть ей такой грунт и нужен поэтому пока сидит растет не что с ней не происходит пускай растет трогать не буду вот такая у меня болталка-трепалка получилось я думаю что уже нужно закругляться ну опять хотелось бы конечно знать мнение нравится вам не нравятся такие болталки это я конечно увижу догадаюсь по вашим просмотром если просмотры будут комментарии будут значит все понравилось пока пока